Да, Гитхойдеш. Я извиняюсь, прошлый урок не был записан, так что те, кто меня слушали в прямом эфире удостоили слушать его, те, кто не слушали, к сожалению, он не записан, но этот урок, да, Бог, будет записан. Значит, Гитхойдеш, начинаем вот это Гитхойдеш, на самом деле, Рошхойдеш, это был сегодня, то есть уже по-еврейски вчера, но мы будем назвать это сегодня был Рошхойдеш Хешван, то есть мы начинаем, слава Богу, еще один месяц, второй месяц этого года. На самом деле, месяц Хешван, там есть еще по-другому его иногда называют Мархешван, Мархешван или Хешван, но месяц Хешван, интересно, это практически единственный месяц еврейского календаря, в котором нету таких больших знаменательных дат. Почти в любом месяце есть какой-то праздник, Тейсах, Сукас, Ханукат, это на два месяца растянута, Пуры, то есть единственный месяц, который действительно, ну ничего, как говорится, в нем, нету красного дня календаря, разве что вот 7 ноября, так и обычно нападает на этот месяц, но единственный день красного календаря, ничего другого нету. Но я хочу рассказать хорошие новости, что написано, то, что я говорил в прошлой неделе, если я не ошибаюсь, что это тот месяц, когда будет, даст Бог, отстроен храм, написано на самом деле, что первый храм царя Соломона по некоторым версиям таки закончил строить в этот месяц Хешван, просто посредили его в Йов-Кипур, но построен был Хешван, написано, что третий храм будет, даст Бог, построен в месяц Хешван, еще интересное, надо будет, это будет Йорца и Трох и Лумейна, разве что. Ну то есть месяц простой, то есть без событий, будем надеяться, что никаких особых событий, мы надеемся, что не будет, будет только хорошее, даст Бог, я всем желаю, что у нас были только хорошие события в этом месяце, что только были праздники, чтобы были новые праздники, даст Бог. И, само собой разумеется, мы начинаем заново, кто-то меня забыл поставить на мьют, старсекс, товарищ, старсекс, так, старсекс, или мьют, если у вас в телефоне есть мьют, нажмите мьют, или старсекс, звездочка 6. Мы начинаем недельную главу Берещи, начинаем новый цикл недельных глав. Недельная глава Берещи, тоже знает, что я много могу рассказать про эту недельную главу, Мы все знаем, что Бог сотворил мир. Но, с другой стороны, я хочу просто рассказать те самые вещи, которые, я уверен, вы уже знаете. Я просто постараюсь, может быть, немножко с другого угла посмотреть. Я надеюсь, что будет познавательный мой урок. Когда Бог создает человека. На самом деле, все это создание мира. Все, как мы стали, говорят, есть огромный мир. Когда мы говорим мир, мы подразумеваем не только Землю. Это значит все звезды, галактики, то, что мы да знаем, то, что мы не знаем. Я вам проведу простой пример. Вот, например, такая вещь, как ДНК, которую мы сравнительно недавно об этом узнали. То есть люди жили тысячи лет. Все жили, никто про это не знал. И вдруг, сравнительно недавно, мы узнаем, что есть такое огромное открытие было, что вот, оказывается, из малюсенькой клетки любого живого организма можно создать тот же самый организм, все там зашифровано. Сочи сюда мелочей. А сколько всего, что мы еще не знаем. И все, вот это, все, 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 все это вместе, это все было создано ради одной причины. Одна причина, это ради человека, Адам. Если посмотреть, когда создавался весь мир, так Бог просто создавал их. Опять же, мы никогда не поймем, что это значит создание мира до конца, потому что мы в другом измерении живем. Мы Бога не поймем, можете не пытаться. То, что написано, что Бог создал животных, Бог создал траву, Бог создал, когда доходит до человека, то начинается более подробный рассказ. Само собой, разумеется, ведь ради всего этого, как говорится, затеяли весь этот дешефт. И говорит, такая там написана фраза. Опять-таки, эта фраза, дословно, если ее перевести, написано, что Бог сказал, давайте, в множественном числе, наасе, давайте сотворим. Бог говорит, давайте сотворим, в множественном числе, человека. Насе, Адам. Обычно тот перевод, к которому мы привыкли, это по образу и подобию. Смотрите, ну, неплохой перевод. Но перевод, в множественном числе, наасе, давайте, немножко проблематичный, потому что, это то, что написано, надо говорить, смотрите правде в глаза. Когда еврейские мудрецы, там было 70 мудрецов, которые греки, наверное, вы слышали, посадили, греческий император посадил 70 еврейских мудрецов, он их всех посадил в разные комнаты, и они слово в слово перевели Тору на греческий язык, и они все сделали одни и те же изменения. То есть, они внесли в перевод Тору на греческий язык некоторые изменения. Они понимали, что если Тору перевести дословно, греки, которые не будут сильно долго вникать, они неправильно поймут, и они внесли некоторые изменения в перевод. Одно из изменений, которые они единогласны, то есть это было чудо, понимаете? Вы попробуйте русские переводы, хорошие переводы, без изменений сравнить. Ни один перевод не похож на другой. Тут 70 человек перевели на греческий язык слово в слово всю Тору, и все 70 вот это предложение на осе «давайте сотворим», они изменили на единственное число. Потому что простой человек, как говорится, это не поймет. С кем же Бог разговаривает? Значит, мы сотворим. Конечно, в первую очередь грекам глупости пойдут в голову, что вот видите, значит, Бог не сам, как говорится, сотворил человека. И можно, не дай Бог, подумать, что как бы в участии, в сотворении участвовало какие-то несколько сил, и, знаете, когда уже людям разрешат что-то говорить, они уже понапридумывают. Понимаете, людям не жалко что-то придумать. Поэтому действительно перевели на греческий язык в единственном числе. Но я надеюсь, что мы, как говорится, люди уже просвещенные. И мы давайте все-таки попытаемся где-то понять, так почему же действительно в Торе написано во множественном числе? С кем же Бог разговаривает? Так раньше, в первую очередь, когда надо привыкнуть, что если у нас какой-то вопрос по Торе, перевод, что мы не понимаем в первую очередь, у нас смотрит Раши, это самый первый, как говорится, первый адрес, куда надо посмотреть. Раши говорит, что Бог, если так можно сказать, из скромности, советуется со своей, у нас есть такое выражение, Божественная канцелярия, да, такой разговор, он посоветовался как бы с ангелами показать скромность, что даже великий какой-то раввин, который принимает решение, знает, что какой бы ты ни был великий раввин, посоветуйся с другими. Некоторые, кстати, подчеркивают, Ромон Штейнбух из Израиля, чтобы он был здоров, он в своей книжке пишет, смотрите, как интересно. Ведь если Бог написал это во множественном числе, могут быть миллионы людей, которые по глупости подумают, что Богу кто-то помогал сотворять человек, и из этого может страшно быть последствия. Но Бог все равно написал в Торе множественное число, чтобы нас с вами научить, что не надо быть гордым, и если вы какое-то большое решение принимаете, посоветуйтесь с кем-то. То есть Всевышнему было более важно нас с вами научить, это то, что Раша говорит, что когда принимает большой раввин, и небольшой раввин тем более, в решении надо посоветоваться. Поэтому написано, давайте сотворим, Бог как бы, конечно, как бы, советуется со своими ангелами, нас научить, насколько это важно, чтобы мы не бросались в решение, когда важные решения, тогда лучше с кем-то посоветовать. Это то, что говорит Раша. Теперь я хотел бы поделиться с вами Рамбан. Рамбан Нахманит, он приводит другое объяснение, и тоже, кстати, очень нам полезное, то есть мы из него можем каждодневную жизнь что-то выучить, что-то себе взять. Рамбан говорит, что Бог разговаривает с землей. Ведь кто... Да, действительно, можно сказать, что как бы Бог вместе с кем-то работает. Знаете, с кем Бог работал? Бог работал вместе с землей, потому что земля, это был, как бы, стройматериал. И Бог, по мнению Рамбана Нахманида, обращается к земле, к грунту, и говорит, давай, то есть, как бы, и ты, и я. То есть, опять-таки, это уж точно образно. То есть, Всевышний и земля, и Всевышний говорит земле, давайте мы с тобой, то есть, я Всевышний, ты Земля, сотворим человека по образу и подобию нашему. Там во множественной числе написано «Быдмусейну», да, множественное число, если вы знаете иврит, это множественное число, по образу и подобию нашему. Кого нашему? Значит, по мнению Рамбана, нашему, это значит «я» и «ты». Значит, «я» с большой буквы «Всевышний», и «ты», «земля». То есть, Всевышний и земля принимают участие в сотворении человека. Говорит Рамбан, почему? Потому что человек создан из чего-то божественного, на русском языке так мы и говорим, и из чего-то земного. Опять-таки, на русском языке «земное», обычно, когда мы говорим «земное», подразумевается «земля» как «планета». «Земное» — это не «есть небеса», а «есть земля». В данном случае я хочу сказать, что такие дословно можно понять, что человек создан из чего-то божественного, из земного, как и из земли. Мы созданы из грунта. Причем там написано, интересно, что Всевышний взял землю со всего мира, с каждого континента. То есть, стройматериал — это была земля и Всевышний. Все мы знаем, что у любого человека есть душа. ЛК, то, что мы утром говорим, ЛК, душа, которую ты мне дал, это честь Богу. Любой человек создан из чего-то божественного. То есть, когда я говорю «человек», это подразумевается не только даже евреи. У евреев там что-то другое, конечно, другой уровень. Даже любой человек создан из чего-то высокого и божественного. С другой стороны, человек создан из чего-то очень земного. Земля. Земля — это самое низкое и самое простое. Это земля. Если посмотрите, мы говорим «браху», каждый день мы несколько раз говорим «браху» после туалета. Браха Ашер Яцар. Длинная браха. Мы благодарим Бога за наши отверстия, за наши полости. Слава Богу. Баруха Ашем. Мы удостоились входить в туалет. И в конце мы заканчиваем. Это «браха баруха, то Ашем». Ройфей колбаса. Ройфей — это ройфа, значит, излечающий всю плоть. У мафлила. Пела. Пела — это что-то удивительное. Что человек создан. Человек — это удивительное создание. Пела. Удивительное создание. И комментарии. Я сразу предлагаю свои объяснения, что же в человеке такого есть удивительного. Есть разные объяснения. Но в Шоханурке приводится, если я не ошибаюсь, это Ромо говорит. Знаете, что удивительное в человеке? Человек — это смерть двух вещей, которые полны противоположность друг другу. Это что-то святое. Это человек создан. Это часть Всевышнего. Хейлы Калакай. Полностью часть Всевышнего. С другой стороны, мы — это часть Земли. Это более противоречие, чем вода и огонь. Потому что вода и огонь — все-таки это и то, и то физические вещи. И при каких-то условиях, наверное, при каких-то химических условиях, можно как-то придумать, если какую-то воду что-то, можно как-то придумать. В Египте, если вы помните, в Египте во время казни Града действительно вода и огонь вместе были. Конечно, редко такое бывает. Ну, можно представить себе. Человек, просто мы к этому очень привыкли, на самом деле человек создан из чего-то очень высокого, из чего-то очень-очень низкого. Это полные две противоположности. И это человек. Само собой, разумеется, цель любого человека — Адама. Хотя слово «Адам» — это Адама. Адам — это Земля. Но мы должны, вот этот баланс Земли, чего-то земного и божественного, мы всю жизнь должны следить за земным, и все-таки двигаться и двигаться в сторону божественного. И как мы уже несколько раз упоминали, очень много историй про великих цадиков, которые после смерти, их тело не разлагалось. Очень много историй, когда там могила Веленского Гаона, могила других цадиков. В Геморе приводится история, когда раскапывали могилы, и умершие люди много-много лет спустя были, как будто они их только что похоронили. Почему? Очень просто. Потому что они удостоились, что ихняя земля, ихнее тело, вот эта Адама, она полностью превратилась в что-то святое. И поэтому она не гнила. Простое мясо, мясо, да, если вы мясо положите, кусок мяса положите, не в холодильнике, оно заманяется. Потому что это мясо. А цадик, он за свою жизнь, путем работы, не просто так, цадиками не рождается, цадиками становится. Так цадик, он свое тело, очень много есть историй, когда цадик свое тело настолько усовершенствовал, что вот эта Адама, она становилась частью чего-то святого, и поэтому очень много есть историй, когда цадик, его тело действительно не гнило. Это, мы к этому еще вернемся, но надо помнить, что человек, опять-таки, это подчеркивается в Торе, что человек это не животное с большой буквы, это человек. Я просто чисто случайно, я вчера видел заметку в газете, просто случайно, если уж такая случайно случилась, я решил с вами поделиться. Заметка в газете, что возле Нью-Йорка в океане был обнаружен большой кит. Обычно киты, это все-таки вокруг Нью-Йорка киты обычно не плавают, а тут видели огромного кита, там что-то 25 тонн он весит, и просто он пришел, там просто очень вкусные еды какие-то там что-то, что-то он вкусное нашел возле Нью-Йорка, города Нью-Йорка, и он, наверное, не знает, что там синяя зона, желтая зона, красная зона, к китам, как говорится, их впустили, и обнаружили фотографии, как будто это хвост этого кита, там в газете, что в газете написали? В газете написали так, что если ты молод и голоден, так надо идти в Нью-Йорк. То есть кем бы ты ни был, если ты молодой и голодный, то даже если ты кит, твое место в Нью-Йорке. Понимаете? То есть наш девиз, кто живет в Нью-Йорке, если ты молодой и голодный, так это животное, правильно, если ты молодой и голодный, покушать, поесть, это все от дома, Мы, конечно, мы должны кушать, но наша цель не быть китом, не быть обезьяной, а все-таки стать человеком и подниматься по этим ступенькам до 120. Мы, может быть, к этому еще вернемся. Давайте пойдем немножко дальше. Потом в недельной главе написано, как Хава и Адам согрешили. На самом деле, у меня была идея, может быть, через год. На самом деле, если внимательно, очень можно внимательно проанализировать, потому что это первый грех человечества. Им очень нужно внимательно, в домашнее здание проанализируйте, где же была ошибка. Интересно, что это грех связан с едой, как семья уговорила Хаву. Мы пропустим это сейчас. И после всего этого греха, потом Всевышний проклинает, дает проклятие Адаму, проклятие его жене, проклятие змею, Нахаш. Потом, после всех этих проклятий написано, что поставили, чтобы не выгнали человека из Ганейдена, из рая, выгнали Адама и его жену. И потом написано, что Адам назвал свою жену Хавой. То есть до сих пор она называлась Иша, женщина. Иш это мужчина, Иша это женщина. И после всех этих трагических событий написано, что Адам дает своей жене имя Хава. На самом деле, Хава корень Хая, Хаим. Мужское имя это Хаим, слово Жизнь. Женское имя, на самом деле, есть имя Хая тоже. Но Хава это немножко изоблиненное Хава, Хая, Хава, слово Жизнь. Потому что ты будешь матерью всего живого. Потому что это все мы с вами, у нас общая прапрапрабабушка Хава, само собой разумеется. И Адам дает это имя Хаве. Некоторые комментарии говорят, что на самом деле это произошло до этого. Просто это уже, когда всем давали имена, я тоже дала имена. Но в Торе написано, что получается, и дали имя Хаве после всех этих трагических событий. После этого написано, что Бог дал Адаму и Хаве специальную одежду. Это была, кстати, необычная одежда. Это была одежда, которая там... Раша говорит, что она была сделана из кролика. Комментарии говорят, что это та одежда, которая передавалась потом из поколения в поколение. Та одежда, которую Эйсов прятал у Ривки. Это была особая одежда, которую, если человек ее надевал, все животные его боялись. То есть это была необычная одежда, а ту одежду, которую сам Всевышний дает им. Теперь какая непонятная связь? Сначала все проклятия, потом почему-то Адам вспоминает... Он своей жене как бы в свидетельстве о рождении забыл имя написать. Дает ей имя Хава. И потом написано, что Всевышний дает одежду. Насчет первого вопроса, почему именно здесь... Почему именно здесь дается имя Хава? Я слышал один раз, много лет назад, от Ракамны Кронов. Кронов сказал историю. Печальная история была. Молодая еврейская женщина. И Бороха Шамына была беременна. Начало беременности. И она по глупости пошла в спортзал. И, к сожалению, у нее началось суковое течение. У нее, к сожалению, был выкидыш. И она была в панике, она была в полном ужасе, потому что она понимала, что она сама это сделала. И она потеряла ребенка таким образом. То есть у нее был выкидыш, она потеряла ребенка. И она пыталась ей помочь с моральным, духовным. И депрессией, все вытекающие последствия. И, по-моему, один из раввинов ей рассказал, и он ей рассказал вот этот вопрос. Почему действительно Адам дал Хаве это имя? Так одно из объяснений. Потому что Хава только что, знаете, что Хава сделала? Хава только что привела в этот мир смерть. Потому что Хава, она понимала, что она обязана, это на ее плечах, что теперь люди будут умирать. Если бы не Хава, потом Хава уже уговорила Адама. Но в первую очередь Хава привела в этот мир смерть. И их выгоняют сейчас из Генейдена. И Хава понимает, что на кого будут пальцем тыкать, кому скажут спасибо за все это, Хава. Она привела смерть в этот мир. Так Адам, чтобы поднять как бы дух Хавы, он сказал, да, ты привела в этот мир смерть. Мы не будем с этим спорить. Но надо не только на это смотреть, надо смотреть, что ты будешь тоже матерью всего живого. Точно так же, как каждый человек, который на кладбище, любой человек, который на кладбище похоронен. Кто виноват, что он там похоронен? Хава. Потому что из Хавы он умер. Но точно так же, каждый человек, которого мы видим, который когда-то жил, кому он обязан, что он пришел в этот мир, тоже Хаве. Потому что Хава была Матерью Всего Живого. Поэтому Адам ей сказал, да, грех был, уже грех прошел. Но теперь надо смотреть вперед, надо смотреть, что ты будешь Матерью Всего Живого. Часто бывает у людей, когда происходит страшное, иногда люди допускают большие ошибки, страшные ошибки, и с неисправимыми последствиями. Теперь, я ни в коем случае не говорю, что это значит, что ничего страшного можно забыть, перевернуть новую страницу. Мы уже несколько недель говорили, есть законы раскаяния, шува у нас в Буём Кипур. Есть целые книги написаны, как теперь исправить эту ошибку, искать и попросить Бога прощения. Но кроме всего этого, теперь человек должен смотреть вперед тоже. То, что он уже допустил эту страшную ошибку, он уже это исправить не может. Он должен сделать шуву, он должен раскаяться, он должен попросить Бога прощения, если он кому-то сделал что-то страшное, он должен перед этим человеком попросить прощения, насколько это можно. Но кроме этого, надо смотреть вперед, и надо смотреть, что жизнь продолжается. И от того, что человек теперь пойдёт в панику и в депрессию, и перестанет улыбаться, перестанет что-либо делать, Богу от этого лучше не станет. Хотя бы давайте теперь вперед. Этот человек должен смотреть, что жизнь продолжается, теперь у меня есть возможность сделать другие митцвы, У меня можно что-то другое хорошее сделать. Так Адам Хаве сказал, что надо смотреть вперед. И поэтому вот после всего этого страшного он назвал ее Хавом, потому что надо смотреть вперед. Ты все еще являешься не только тот, кто принес смерть в этот момент, ты еще являешься праматерью всего живого. Ты Хава, ты жизнь, и наоборот, все тебе обязаны жизнью. Это одно объяснение. Еще одно интересное объяснение. Причем интересно, вот это, что я сейчас буду рассказывать, опять-таки чисто случайность, я в одной интересной книге вычитал это объяснение, потом я слушал урок про Пашус Берейшис, тоже привели это объяснение, потом это жене рассказывал, что она говорит, ой, я только что в газете читал, тоже это объяснение. Так что если кто-то из вас это слушал, вы уж простите меня, я кто-то из вас это слышал, потому что я со всех сторон вот это говорю, но очень интересное объяснение. Для того, что все это случилось. История с Хавой и с Адамом. По идее, Адам немножко должен был на Хаву обидеться, рассердиться. Потому что, опять-таки, Хава его подтолкнула на этот страшный грех. Одно дело, змея соблазнила Хаву. Но тут сама Хава дала своему любимому мужу покушать этот плод. И теперь Адам, по идее, должен был быть очень злой на Хаву. Ее еще не звали Хаву, но свою жену. На идее, после такого страшного инцидента, он мог бы ее послать на все четыре стороны и так далее. Но, тем не менее, Адам этого не сделал. Наоборот, он сказал, мы смотрим вперед, что было, то было. То есть, Адам со своей стороны, он не сделал то, что Адам, как земное человек, как животное. Адам поступил как человек с большой буквы. Он Хаву полностью простил. И поэтому именно здесь он дает имя Хаву, он ей говорит, показать, что я против тебя ничего сейчас не держу, что было, то было. Мы продолжаем жизнь. Он ее назвал Хава, что ты жизнь, ты моя жизнь, я ничего против тебя не имею. Жизнь продолжается. Так вот, именно после этого Бог дает им одежду, потому что Бог тоже мог бы сказать, слушайте, вы, вам сказали не кушать, вы не послушались, вы покушали. Окей, я все рассказываю в детской форме, потому что, понимаете, мы так, Адам, Хава, это не ребята были. Но, по-простому. Бог мог тоже сказать, слушайте, я вам говорил, не кушай, вы кушаете, вы разбирайтесь сами. Но поскольку он увидел, что Адам, который себя сдержал, всю эту злость, он себя сдержал и простил Хаву, теперь Всевышний сразу после этого как бы простил тоже Адама и Хаву и дает им одежду покрыться, хоть они сами виноваты, что им нужна эта одежда, Всевышний тоже простил их и дает им одежду. Мы видим, похоже, кстати, Мойшер Абейна перед смертью благословил еврейский народ. Мойшер Абейна перед смертью, в тот день, когда он уже знает, что он умирает, он благословил еврейский народ, там очень много брохов, комментарии говорят, by the way, между прочим, вы знаете, почему Мойшер Абейна сейчас умирает? Потому что еврейский народ плакал, хныкал, что нам надо попить, надо до водички. И Мойшер Абейна не удержался, ударил этот камень, и поэтому Мойшер Абейна был наказан, что Всевышний сказал, к сожалению, ты должен умереть, ты не войдешь в землю Израиля. Так кому Мойшер Абейна должен был сказать за это спасибо? Еврейскому народу. То есть сейчас Мойшер Абейна умирает из-за кого? Из-за еврейского народа. Тем не менее, Мойшер Абейна перед смертью, он их благословил, наоборот, он благословил, он стоит, а против вас ничего не имеет. И третья история, похожая, в недельной главе Мишпаты написано, что если у человека есть трейф, на самом деле слово трейф обычно упоминается трейф, потому что не кошерное. Обычно принято говорить, что свинья это трейф, то трейф это трейф. Дословно трейф это растерзанное животное. Трейф, на самом деле, если дословно переводить, свинья она не трейф, свинья она не кошерная. Трейф это кошерное животное, которое было растерзано, например, волком. Мы не можем его кушать, вернув при стрельбе кошерной. Закон такой, в Торе написано, что трейфу нельзя кушать, надо ее дать собаке. Так один из комментариев Торы говорит, знаете, какой собаке надо это дать? Старожевой собаке. Значит, у пастуха было стадо, и собака, старожевая собака не усмотрела. Прибежал, волк растерзал овечку, потом волка прогнали, теперь у нас вот растерзанная эта овца. Кто это виноват, собака виновата. Вместо того, чтобы эту собаку пристрелить, убить и так далее, Тора говорит, вот этой же собаке, не надо злиться ни на собаку, ни на человека, ни на кого. И Тора говорит, вот этой же, на самом деле, это же старожевая собака, она тебя сторожила, она тебя работала. Да, у всех бывают ошибки. Тора говорит этому пастуху, возьми вот эту трейфу, дай вот этой старожевой собаке, потому что ты должен быть человеком. И история, жизнь замечательных людей, опять, очень много разных историй, когда люди в реальной жизни именно сдерживают свои чувства, свои эмоции, свою злость, желание отомстить, одну из историй. Рассказывают, значит, как я понимаю, это был конец 19-го, начало 20-го века. В Тарской России жил парнишка и шиботник. Он жил и шиботник. И он становился старше и старше, и, к сожалению, он никак не мог найти себе невесту. И в те времена, кроме того, что он хотел жениться, в те времена, если он не женится, он идет в армию. И поэтому вдвойне было неприятно, ну, не было денег. И, наконец-то, он нашел себе невесту. Была помолвка. И он, наконец-то, мечты сбываются. Какое-то время до свадьбы родители невесты расторгли шедух, расторгли все это произошло. Он догадался. Кто-то его оклеветал. Кто-то, он догадался, кто это был. Кто-то его оклеветал. Кто-то рассказал родителям невесты что-то о нем. Клевету какую-то. И они расторгли шедух, расторгли помолвку. И наш герой, например, давайте назовем его Шимон, например, давайте Руван Шимон, Абрамович, как бы вы хотите назвать. Наш Абрамович, он пошел в армию. Он не женился, он идет в армию. И он много лет был в армии. Соответственно, все его мечты, стать Алманхохомом, стать каким-то раввином, расширшивой, кем-то, полностью все в дребецке. Он прошел через армию. Он, Барахашем, остался жив. И верит в Бога. И после армии он, я не слышал, сколько времени, лет он был в армии. Можно себе представить, он возвращается после армии. Он пытался начать какой-то бизнес, что-то где-то покупать, продавать. И он в одной из своих путешествий, он где-то продавал, покупал. Он зашел в магазин, в какую-то лавку. И когда он увидел хозяина лавку, они друг друга узнали. Это был тот человек, который его оклеветал. Ихними глаза встретились, и они друг друга узнали. И была долгая минута молчания. И тот хозяин лавки, он, конечно, побелел, покраснел, позеленел. И он сказал только, прости меня. Он ничего не мог больше сказать. Просто вот это, сказал, прости меня. И наш герой, у него, конечно, все воспоминания, вся эта боль, все всплыло. И у него было огромное желание, как бы, причинить какую-то боль этому человеку, потому что тогда легче человек становится. Но он себя сдержался, он сказал, да, я тебя прощаю. Он сказал эти слова, я тебя прощаю. И он ушел сразу из этой лавки, потому что он боялся, что он не выдержит, он передумает, он понимал, что надо быть человеком. Человек просил прощения. Он сдержался, он попросил прощения. Он простил его и ушел из этой лавки. Он пошел к садику, в этом городе жил, садик, это Ребносен Стефинкен, его по-другому знаю как Алта из Слободки, то есть он был основатель Ешивы, знаменитый Ешива Слободка, Ешива, кстати, Лейкульский Рошешива Робарон Котлер, он из этой Ешивы, Робовик де Миллер, если вы слышали, учился в Слободке. Огромное количество наших великих раввинов, которые мы всем обязаны, это все были ученики вот этой Ешивы, Слободка, Ешива, Робносен Стефинкен, это Далтов он Слободка, он был Рошешивой, он был самоположник этой Ешивы, и наш герой пошел к нему просто повидаться, он в этом городе жил, и он рассказал все свои скитания, всю свою жизнь, и он рассказал вот эту историю, последнюю историю, что сейчас он встретил хозяина лавки. И в этот момент, все это, они разговаривают, в это время, в этот момент заходит, кто заходит в эту комнату, заходит, опять-таки, хозяин лавки, то есть, тот, которым все это все натворил, и умоляет нашего героя, он сказал, я никогда этого не говорил, они не сильно разговаривали. У меня, на самом деле, с деньгами очень плохо, мне надо купить новый, новый товар, мне надо заплатить своим должникам, и у меня нет денег. И я сейчас пошел к одному из больших богачей нашего города попросить взять суды, то есть, одолжить деньги, и он сказал, что он мне не может ничего одолжить, но он мне сказал, что он видел, что из моей лавки выходил только что ты, только что вышел из моего магазина, а тебе он верит. У тебя хорошее имя в бизнесе, тебе люди верят. Так этот богач сказал, что если ты подпишешь, как гарантер, ты будешь гарантером ОРОФ, если ты будешь гарантом на это суд, на эти деньги, да, он мне тогда должен быть деньги. Даст за эти деньги, и я тебя умоляю, это моя последняя надежда, я тебя очень прошу, мог бы ли ты быть гарантом, чтобы подписать эту бумагу. И опять-таки, этот человек дал себя в руки, и он сказал, да, и тот пошел принести бумаги, бегать за бумагами, и написано в этой истории, что вот это Аллах, вот это Рашишиво, он начал плакать. Не наш герой начал плакать, а Рашишиво, это Ишиво, в любом смысле, начал плакать, потому что он никогда не мог видеть, сколько человек, у которого было в прямом смысле слова, его жизнь была уничтожена. В истории не написано толком его имени, в истории не написано, где он жил, когда он жил, сидел, у него была семья, потом у него не была семья, мы не знаем. Насколько человек мог взять себя в руки, рассказывать другую историю, раз уже про историю, рассказывать Бобова Рэба, Бобова Рэба Рэба, Шлэма Бобова. Кстати, интересно, он умер, он скончался, Рашходиш Ав, Рашходиш Ав, это некогда скончался тоже, Аарон Акоин, Аарон Акоин, тот, который знаменитый, он был знаменит, что он всегда мир искал, он всегда всех мирил. Так, Шлэма Бобова, уже в Америке, Бобовский Рэба, какой-то местный Рэбин против него все клеветал и писал статьи, короче, скажем так, он его очень сильно критиковал. Знаете, как у нас говорили? А Рэба, Шлэма Бобова, у него было огромное количество кассидов, и, соответственно, кассиды, значит, и так далее. И в один прекрасный день Рэба шлэма Бобов сказал, что все должны собраться в синагогу. Все в синагогу, все собрались. Ну, сейчас думают, сейчас, наконец, Рэба выскажет свое мнение, что это такое. И все, значит, полная синагога людей, значит, навито синагога людей. И Шлаембовы подошел к Ронакойдышу, он поцеловал Ронакойдыш, порой их развернулся, и он буквально пару секунд говорил, он сказал, что если вы хотите показать свое уважение ко мне, что вы действительно меня уважаете, я запрещаю кому-либо что-либо сделать против этого раввина. Я прилюдно запрещаю, что если вы действительно уважаете меня, ни полуслова вы ничего не умеете делать. И потом он пошел к тому раввину домой, тот, конечно, когда открыл дверь, чуть не упал в обморок, и он сказал, он его обнял, и они помирились, конец истории. То есть опять-таки человек может, опять-таки, знаете, со стороны, ну как, ладно, да что вы, маленькие дети, знаете, ну кто-то тебя обидел. Просто, понимаете, если у кого-то из вас в жизни были такие неприятные эпизоды, по мелочам, кто-то вам что-то сказал, мы знаем, что это очень тяжело простить. А когда человек постоянно, и еще раз, и еще раз, и еще раз, тем не менее люди это делают. Почему? Я вам скажу почему. Потому что мы созданы, то, что мы сказали пару минут назад, мы все созданы и из земли, мы и Адама. У нас есть инстинкты, все эти животные инстинкты у нас тоже есть. Когда человек хочет кушать, он хочет кушать, когда он хочет отомстить, он хочет отомстить. Но с другой стороны, у человека, у друга, у человека мы часть всего божественного. Поэтому человек, человек может взять себя в руки. Теперь вы можете посмотреть, кто-то, не вы, кто-то может посмотреть, может, такие человек не может взять в руки. Так, есть в Торе заповедь. Не один запрет, даже несколько запретов. Есть запрет в Торе не мсти. Теперь, если Бог дает такой запрет, значит, он понимает, что у нас есть силы. Так человек, у нас есть запрет, нельзя мстить. И комментарии говорят, что очень тяжело, нельзя не мстить, нельзя даже думать, нельзя ему наметнуть. Но человек, опять-таки человек, если он такой человек, а не животное, значит человек может взять себя в руки и может побороть себе вот эти животные инстинкты и может себя побороть и действительно быть человеком. С другой стороны, опять-таки, в нашей же недельной главе, в нашей же недельной главе Кайны Авер, Кайны Авер, Кайны Авер, Кайны Авер, Кайны Авер, Кайны Бил Авер. Он на него рассердился. То есть мы видим с другой стороны, когда человек не сдерживается, так человек, когда не сдерживается, он становится присуткой к человеку. Очень многие комментарии говорят, что когда человек поднимается на высоты, он поднимается на очень высокие высоты, он может подняться выше ангела. Когда, не дай Бог, а с вышелом человек падает, человек становится хуже животного. Все эти страшные истории человечество показало, к сожалению, особенно не так давно, в прошлом веке, все эти страхи и в нашем веке тоже, что человек делает, что люди делают людям и так далее. Животные такого не делают. У животных такого нету садизма. То есть человек может достичь уровня хуже животного. То есть с одной стороны мы можем выше быть ангелом, с другой стороны мы можем быть ниже животного. И поэтому еще раз то, что в Торе написано, что Бог, обращаясь к земле, по этому мнению Ромбана, Бог вместе с землей создал человека. И вот это теперь мы понимаем. Теперь вам легче объяснить. Если греки вам этот вопрос не зададут, потому что у греков другой перевод. Но если кто-то раздобудит правильный перевод, и написано, что вот давайте сотворим человека по образу и подобию нашему. Вы знаете, кто такой нашему? Это божественное и земное. И да, мы являемся смесью. И теперь вы знаете новое объяснение, почему после туалета мы говорим о Шер-Ятса, мы говорим о Мафриле, о Сойе, что человек является чудесным, чудесным созданием. Что это чудесное? Это чудесное чудо. Что у нас есть полные две противоположности. И мы должны весь, всю свою жизнь, мы должны этот баланс продолжать, продолжать. Между прочим, надо иметь еще тоже в виду, что человек иногда, хас в шалом, может такое случиться, он всю жизнь поднимался, поднимался, и вдруг не с того несет, он все теряет. Редко такое бывает. Но написано, что человек никогда не может быть уверен в себе. До последнего дыхания никто не знает, кто и как, и что. То есть человек постоянно должен работать над этим, работать. И когда у вас, у вас, конечно, очень редко, может, вообще никогда не бывает, и вдруг у человека находит в себе что-то животное. Человек чувствует в себе злость. Человек чувствует в себе ярость. Человек чувствует, он вдруг чувствует, что в нем что-то не то. Не пугайтесь. Это часть, это часть, вы так созданы правильно. Что надо сделать в такой ситуации? Не надо пугаться. Как это у меня такие страшные мысли в голову вообще могли прийти? Как это я вообще такое даже подумал? Как это такое? Ну, надо просто взять себя в руки, надо вспомнить, что у нас с другой стороны есть вот эта святость. И побороть в себе все это животное. То есть это опять-таки, это дневная глава, говорящая, опять-таки, кстати, как я хочу воспользоваться случаем, что это, конечно, очень хорошее объяснение по образу и подобию, но когда мы говорим образа, образа и подобию, нам опять-таки могут прийти в голову образа. Я вам скажу для интереса, кстати, на арамейский, когда переводятся эти слова, так один из переводов написано «дюкна», «юкна» — икона. На самом деле, греческое слово «икона», если посмотрите некоторые аромейские переводы, там пишут «икона», «икона» — это на самом деле образ. Слово «икона» — это не такое трефное слово. Слово «икона» — это просто на греческом образа. В геморе часто упоминается слово «дюкна». «Дюкна» — это образ. Так я просто хочу напомнить, раз на прошлом уроке мы говорили о 11-13 догмата веры, что мы верим, что Бог, мы только Богу молимся. На прошлом уроке мы говорили на прошлой неделе. На этой неделе я хочу напомнить третий догмат веры из Рамбама, что у Бога нет ничего физического. У Бога нет ни рук, ни ног, у Него ничего физического нет и не может быть. То есть даже человек немножко просто подумает, у Него ничего физического нет и не может быть. Когда в Торе иногда приводится что-либо, которое похоже на рука Господня, глаз Господний и так далее, это все образно. Более того, написано в Медреше, что иногда Бог появлялся мудрецам в виде человека. Написано, что Медреш говорит, что когда они проходили через море, так Бог пришел как воин. Когда они получали Тору, Бог пришел как старец. Так опять-таки не значит, что физический Бог является старцом. Он иногда мудрецам или пророкам явление было в виде какой-то фигуры, как будто это человек. Это не значит, что это Бог, а совершенно. Если я знаю, что Мой Шарабейн, и Мой Шарабейн сказал, что он хочет посмотреть на Бога, ему сказали, что человек не может увидеть Бога. Это ничего такого. Рама считает, что если кто-то по глупости думает, что у Бога есть руки, ноги, глаза и так далее, у него опять-таки нет места в будущем мире, поэтому никто не хочет потерять на ровном месте место в будущем мире. И просто все эти образца, все эти ангелы, это обрано просто, чтобы нам, как-то нам объяснить, что происходит. Опять-таки, например, рука Господня, рука Господня, это просто показано, что Бог что-то творит, что-то Он делает, чтобы показать напрямую, что Бог напрямую вмешивается здесь, напрямую что-то делает. Не косвенно, как он обычно, знаете, обычно Бог что-то, все ведь Бог делает, но обычно он как бы прячется, его не видно, он это делает как бы из-за кулис. Но когда Бог как бы напрямую показывает себя, так иногда автора пользуется выражением «рука Господня», как будто Бог напрямую, как будто своей рукой что-то делает. Если вы помните, в Агаде на Пейсах, Агаде на Пейсах, это кто заснул, кто не заснул. Там написано, когда мы считаем, сколько было казней на море, там написано так, что в Египте было 10 казней. В Египте это называется перс Божий, это как бы палец Божий. А в море была рука Господня, ладонь. Если в Египте один палец, это 10 казней, так на море была вся рука, значит, это 5 пальцев, это 50 казней. Посмотрите, в Агаде на Пейсах. Один палец, 5 пальцев. Опять-таки, это все образно, что когда Всевышний говорит, что в Египте я как бы показал свой палец, на море я как будто бы показал свою руку. Опять-таки, у Бога нет ни пальца, ни руки. Но опять-таки, если Бог пользуется такими выражениями, что там был палец, там была рука, значит, там было 5 раз больше. Не потому, что у Бога есть палец, не потому, что не дай Богу, у Бога есть хасушилом рука. Это все образно. Опять-таки, все мы это знаем. Знаете, всегда хорошо повторить, особенно, когда эти главы, на которых строится наша вера в Бога. Поэтому, на всякий случай, еще раз напомните. Вообще-то в Сидуре очень хорошо иногда почитать. Там 13 догмата веры, во многих Сидуре после молитвы шахреса они напечатаны. Нет обязанности их читать. Но иногда, знаете, когда скучно бывает, рекомендую, это из списка, чтобы хорошо почитать. Теперь, опять-таки, я обычно стараюсь какие-то законы в своем уроке упомянуть. Я хотел бы, с Божьей помощью, начать, не знаю, сколько это курс лекций будет. Опять-таки, у нас каждый раз разные отрывки времени. Но в этой недельной главе у нас суббота. Бог сотворил мир. Шесть дней сотворил мир. Седьмой день. Как написано, второй он дохапает. я бы хотел начать курс. Опять-таки, некоторые законы, которые мы уже знаем, некоторые законы мы не знаем. Я бы хотел вот эти 39 запретов. Из 39 основных запретов, что нельзя делать в субботу. Некоторые из них практически нам никогда вообще не встречаются. Некоторые из них, конечно, займут несколько уроков, например, там, варка и так далее. Но хотелось бы, немножко, многие законы, кстати, мы уже учили несколько лет назад, кто был с нами, кто не с нами. То есть мы, я надеюсь, начать курс, но сначала я хочу просто в двух словах, что же такое суббота. Опять-таки, я, может быть, даже каждый урок буду немножко упоминать, не только законы субботы, но немножко, чтобы мы хоть знаем, что такое суббота. Написано в Геморре, приводится, что когда Бог хотел дать субботу еврейскому народу, Бог сказал Моисею, Бог сказал Моисше Рабейну, у меня есть драгоценный подарок, у меня есть подарок для Идзеев, я хочу вам дать подарок. Ни про какую-то другую Митсу так не написано. Все другие Митсы нам дали Митсу, нам сказали, это делать, это делать, это не делать, нам дали Митсу, конечно, мы всегда говорим, что Бог нас осветил Митсу, и написано, что Бог нас любит, но Митсу дали все. Тут, как бы, Гемора рассказывает целую... Бог дает целое вступление, Бог говорит, я вас люблю, я хочу дать специальный подарок, и более того, Гемора подчеркивает, отсюда мы учим, что если вы кому-то даете подарок, надо человека предупредить. Кстати, интересный закон, многие об этом не знают, очень часто люди дают подарок, лучше не рассказать. Итак, если вы кому-то даете дзнаку, конечно, не надо рассказывать, но если вы даете подарок кому-то, цель подарка, это или показать свое уважение, или помириться с кем-то, так наоборот, написано в Геморе, если кто-то дает кому-то подарок, то наоборот, надо сказать, от кого подарок, если это такой подарок. И мы вот видим, что все вышли, перед тем, когда дать подарок, он нас предупредил, что он хочет дать на подарок, то есть шаббес, это подарок. Вопреки мнению некоторых, печальному мнению некоторых, которые говорят, что шаббес, не дай Бог, чуть ли не наказание, что это нельзя, то нельзя, это запретили, потом еще мудрецы запретили. Ужас. Опять-таки, евреи должны знать, что шаббес это подарок. Мы в молитве говорим, что шаббес не дали другим народам, шаббес дали только евреям. Все мы знаем, что если не евреи соблюдают в субботу, это называется воровство, и наоборот, это наказуемо. Другим народам нельзя даже запрещено не еврею соблюдать в субботу. Только евреи. Это подарок чисто для евреев. То есть надо понимать, что это подарок. И написано, что человек, который соблюдает в субботу, это как бы маленькая часть ойламабабаба. Вот этот ганейден, из которого Бог прогнал Адама и Хаву, так шаббас это одна шестидесятая ойламабабаба. Шаббас это что-то святое. С другой стороны, тоже будут другие вещи упоминать, что шаббас я несет, но надо помнить, что человек, который, не дай Бог, не соблюдает шаббас. Значит, в Торе написано, опять-таки, это не из тех вещей, которые рекламируют, но нарушение субботы это из самых-самых сурово наказуемых грехов. За нарушение субботы человека во время храма закидывали камнями. Это самое страшное наказание. То есть, опять-таки, надо объяснить, почему за убийство не дает такое сильное наказание. За многие другие вещи не дают такое. За нарушение субботы дает самое... То есть, самое страшное наказание – это за нарушение субботу. Есть другие мицвы тоже, за которые, к сожалению, их выдают, но суббота входит в самые страшные грехи. Человек, который не соблюдает субботу при некоторых обстоятельствах, перестает быть евреев. То есть, это человек, который не соблюдает субботу, он не может быть свидетелем, он не может делать обрезан, не может делать шхиту, он перестает быть как бы евреем. Мы с вами не так давно учили, что если он льет вино, это вино становится некошерным. Опять-таки есть подробности, я не говорю это с точки зрения лохи, потому что есть разные нюансы, человек знает, что есть Бог на свете, человек не виноват, но человек, который хладнокровно нарушает субботу, он как бы себя вычеркивает, это как называется, порвать партбилет. То есть другой грех, опять-таки человек, который не соблюдает кашрут. Это евреи, которые не соблюдают кашрут. Это очень плохо. Это евреи, кто не соблюдает кашрут. Человек, который не соблюдает субботу, мудрецы скажут, это какой. То есть мы видим, что с одной стороны, суббота нам очень много чего дает. Это подарок, это человек, который нас поднимает субботу, когда мы можем приблизиться к Богу. Да, с Богом мы будем учить более подробно, как это происходит. И с другой стороны, человек, который ни про нас, ни про кого будет сказано, не соблюдает субботу, это страшный грех, приводится в интересную вещь, что геном ад. Это противоположность рая, в которой написано в нашей книге, есть такая вещь еще, которая ад. Но это не про нас будет сказано. Для всяких страшных грешников, вы же понимаете. И тем не менее, давайте смотреть правде в глаза. Есть такая вещь, как ад. Там написано, что он выключается на субботу. Есть такое мнение, приводится, не мнение, это приводится, что души, которые в аду, они не горят. Вот это образно, конечно, слово горят. Но на субботу ад выключают. Так приводятся те люди, которые не соблюдали субботу, так там в субботу тоже не соблюдают. То есть у них даже на том свете, у них семидневка. Точно так же, как в этом мире, к сожалению, у них была семидневка, у них не было дня отдыха, так даже на том свете, кроме всех остальных наказаний, которые не про нас сказано, человек может получить за другие грехи тоже, и за субботу. Но даже ад у них не выключают. Поэтому, опять-таки, надо понимать, с одной стороны, надо понимать всю суровость, надо знать законы, никто не хочет, даже нечаянно и по ошибке такое нарушить. С другой стороны, надо понимать прелесть, и надо радоваться субботе. Так теперь субботы у нас есть. Опять-таки, у нас не так-то много времени, осталось в двух словах. А где же в Торе написано, что можно делать в субботу, что нельзя делать в субботу? Так в Торе, на самом деле, очень коротко написано, сама суббота, хоть и упоминается в Торе очень много раз, это одна из самых часто упомянутых заповедей, но написано просто не делать малаха. Малаха – это соседательная работа. На самом деле, на иврите есть другое слово для работы, есть слово авадал. Я, по-моему, когда-то упоминал, в Израиле есть партия авадал. Да, рабочая партия Израиля, да? Авадал. Так авадал – это физическая работа. Это самое, там, где человек потеет, как говорится. Это авадал, это работа. Малаха – русский язык тоже переводится, что не заработать в субботу. Но это созидательная работа. Например, если человек… Простой пример. Если человек весь день, всю субботу, таскал кирпичи, вспотел огромные булыжники, кирпичи, таскал, он не нарушил запреты Тора. Он нарушил, конечно, запрет мудрецов. Мудрецы запретили касаться кирпича и так далее. Но с точки зрения Торы, он хоть и весь день таскал кирпичи, вспотел и так далее, бревна и так далее. Если ничего не построил, он вспотел, но он не нарушил субботу. С другой стороны, человек, который вышел на улицу, из дома на улицу, и у него в кармане был носовой платок, он нарушил субботу. Во времена храма, если он это сделал специально, он был бы наказан. То есть мы видим, опять-таки, ну, прям-таки, вынести платок на улицу, что там, что же он уже это сделал? То есть мы видим, что Бог запретил не работу, в том смысле, что работу, как, знаете, есть такое, на сцене, он говорит, Паша, Паша, да, когда человек тяжело работает, да, всяко не оборачивается, человек Паша. Это не ту работу, которую Бог запретил. Бог запретил созидательную работу. Почему? Очень просто, потому что Бог отдыхал, если так можно сказать, от созидательной работы, он что-то творил, шесть дней он творил, седьмой день он не творил, так в субботу запретили именно творение. Теперь новый вопрос. Кто вам сказал, что такое творить, что такое не творить? Например, носовой платок вынес я в кармане, что же я там уже затворил? Кто же она теперь расскажет, что запретили, что нет? И многие, наверное, знаете, это все учится из Мешкана. Мешкан, когда евреи строили вот этот Мешкан переносной храм, переносной с Кинью Завету, так, они делали тридцать девять работ там. Это именно то, что запретил Бог. На следующем уроке, я надеюсь, просто уже меня поджимают, я надеюсь, более подробно рассказать, почему мы учим это именно из Мешкана. Законность субботы мы будем учить из Мешкана, и вот эти тридцать девять работ, я надеюсь, даст Бог. Я не знаю, опять-таки, оно не будет пропорционально, конечно, но каждый урок я хочу немножко посвятить этим работам. В конце я хочу, опять-таки, мне кто-то посоветовал в конце просто буквально в двух словах упомянуть, опять-таки, две-три минуты, что краткое содержание нашего урока опять-таки, очень-очень быстро мы просто с вами на самом деле рассмотрели две, два отрывка из Тора. Один отрывок был о том, что Бог сотворил человека, почему написано в множественном числе, и я вам рассказал, я вам рассказал объяснение, что Бог сотворил в множественном числе, потому что человек является смесью чего-то святого и чего-то земного, в множественном числе, и потом мы немножко похожи на землю, похожи немножко на Бога, и я вам рассказал два объяснения, почему же Адам назвал свою жену Хавой именно в этот момент, или потому что она сама переживала, что она является причиной всей смерти, или потому что Адам ее простил, и уже учительные все эти истории я повторять не буду, опять-таки, мы в запись есть, и мы должны помнить, опять-таки, что мы должны стремиться к всему хорошему, к доброму, и мы начинаем, да с Бог, вот эти законы субботы, еще раз я вам всем желаю хороший, созидательный месяц, чтобы был, чтобы у вас был хороший, хороший месяц, и что я дам Бог, чтобы мы встретились через неделю еще раз, кстати, между прочим, если вы удивлены, что мы ни разу не прервались, у меня просто другой телефон, я просто звоню с другого телефона, чтобы вы не думали, что телефон мы починили, просто я позвоню с другого телефона, так что чудеса. Еще раз всего вам хорошего, я рад всех вам слышать, и до встречи. Большое спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Большое. Много доброго. Спасибо. Спасибо. Эдгар? Hello? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...